Добрый день, уважаемые болельщики, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на поле Спартака, Академии Спартака имени Федора Федоровича Черенкова, Юношеская футбольная лига, именно ЮФЛ-3. Вашему вниманию встречаются команды, соседи по турнирной таблице, Академии Родины и Зенита. Футболист, который пополнил состав Родины из ФСШМ. Опасный момент, Зенит атакует и 1-0 в нашей игре. Вот так, моментально взорвали темп. Посмотрим мы повторим еще раз этот момент, но по сути дела гол сделал для Потапенко седьмой номер Арсений Конев. Поборолся, сместился к штрафной площади и вскрыл ее одной неуловимой передачей. И здесь оказался первым на мяче. Тем более в такой сложной ситуации, когда Зенит, Зенит уже повел. Соперник повел и тем более укрепляет тут же гости свое преимущество до двух забитых голов. Невероятный удар удается Ивану Масленникову, 9-му номеру. Вот такое обескураживающее начало для футболистов Родины. Оценил, обратите внимание, как оценил ситуацию здесь. Сравнял счет самой концовки на 80-й минуте, но далее, далее Зенит пропустил уже в компенсированное время. Строгино в гостях здесь в Москве. Много забивает Родина со стандартных положений. Сейчас очередной угловой. Помним мы преимущество команды в первом тайме. Но нужно доводить дело до конца. И сейчас Яшин забить свой третий гол в нынешнем сезоне юношеской футбольной лиги. Урал-Краснодар. Какой поединок. 8 голов на двоих. Впереди Быки. 5-3. Следует навес. Мяч на дальней штанге. Это 3-0. 3-0. И это, пожалуй, все. И в лед пробил с близкого расстояния. Имел ни одного шанса Григорий Бравик здесь потащить. Один остался никем не прикрытый Юдин. Ждем лишь финального свистка, который зафиксирует итоговый результат. Он происходит. 3-0. Зенит одержал победу. В первом тайме отличился Потапенко и Масленников. Точку же в этом матче поставил Александр Юдин.